В первой половине у нас все получалось, даже я бы сказал до середины третьей четверти. В первой четверти сделали шесть потерь, из-за этого Одесса даже оставалась где-то в игре. Мы могли намного больше перевес сделать на перерыв и уйти с разницами в 15 очков. Я так думаю, если не сделали эти потери. А потом в середине третьей четверти начался Субур у нас в нападении. Где-то дали легкие броски забить Одессе. Они словили кураж, за счет куража просто начали поддавливать это. Вот, что мы видим в счет. Что можно сказать, как наступный матч, так, вы приступаете в четыре очки, а в принципе, их бачения наступать будет через месяц, да? Потребно шахфить игроватку. Ну, на самом деле ничего страшного я не вижу в этом. То есть, как бы, конечно, хотелось сегодня выиграть 15 очков и поехать в Одессу с перевесом в 15. Но имеем то, что имеем и, в принципе, ничего серьезного нет. Четыре очка. Нам просто нужно собраться и довести до победного конца игру в Одессе. Выиграть, я считаю, что мы должны настраиваться не выиграть там пять очков, а нормально. Нормализовать свою игру за вот этот перерыв. И я думаю, что у нас все получится. Вот, все будет хорошо. Всегда тяжело комментировать такие матчи, потому что игра, в которую рано поверили в успех, забыли, что это кубковая встреча, в которой не важно просто выиграть. Важно выиграть с большим разрывом в счете. Начали останавливаться, начали разговаривать о каких-то фоллах с судьями. Это не дело игроков, это не дело баскетболистов, находящихся на площадке. В это время получали в ответ легкие мячи. Считаю, что просто вот именно где-то мы, знаете, мы побежали, понеслись, повели в счете больше десяти очков. В последних двух играх было то же самое и с Южным, и с Одессой. Все получалось, и сегодня все получалось. И вдруг в какой-то момент мы забыли, что все это результат тяжелой, кропотливой работы на противоположной стороне площадки. Когда мы пропускаем за четверть 33 очка, это то, что при хорошей защите команда за половину не должна пропускать. Ну, шансов на победу нет. Вот эта вот концовка, да, результат, он закономерен той игре, которую мы показали в четвертой четверти. Я не скажу, что во всем виноваты игроки, потому что, опять-таки, кто был на площадке, те люди, кому доверил я концовку, те, кому я доверил четвертую четверть, да, и последние там пять минут, которые мы проиграли. Эти люди все были выпущены мной на площадку, естественно. Значит, и ответственность за результат нужно брать как тренер я на себя. Поэтому приносим извинения перед болельщиками, хотели ими себе сделать праздник, хотели закончить год победы. Вот, к сожалению, не получилось. Четыре очка – это не пропасть. Я уверен, что нам абсолютно по силам, предложенной коррекции в игре в защите, абсолютно по силам отыграть эти четыре очка на выезде в Одессе. Скажите, это очень поганное исцотополучание, да, что в них еще осталось... Я не знаю, что случилось. Это все случилось в четвертой четверти, когда просто-напросто мы там промазали пять подряд штрафных. Вот, опять-таки, при счете там плюс семь, плюс восемь в нашу пользу. Эти штрафные, которые могли решить исход встречи, потому что вот эти промахи, они вселяют надежду в противника и где-то подрывают веру в себя команды. Это очень важные промахи. Объяснить, почему не забили. Там еще много было бросков или не сделанных бросков, которые игроки, мы всегда надеемся, что в этой позиции игрок идет, там обостряет, берет на себя инициативу, а этого сегодня нет. То есть много мне абсолютно необъяснимых моментов четвертой четверти. Такие штрафные, это не самые сложные, скажем так, ситуации. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Очень жаль, что не смогли сделать подарок нашим болельщикам руководству клуба. Ну, а всю баскетбольную общественность поздравляем с наступающим, опять-таки, праздниками. В Новом Году желаем всем, чтобы все получалось, чтобы не было вот таких вот неприятных ситуаций, как у нас сегодня в конце. Какие частные питания по матчам с Бипой? Да, я ка бачу на скупку, я ка уже такой традиции, такой хороший вид Бипа сегодня очень малаштована была. Какое у вас ожидание, когда наступная игра будет у вас? У вас уже серьезное малаштование? Ну, я говорю, что, ну, во-первых, сегодня была интересная игра, очень жесткая, где-то там, ну, такая, по-мужски грубая игра. И я думаю, что, как бы, все игроки получают удовольствие от такого баскетбола. Я говорю, в концовке, вот в концовке не было баскетбола, в концовке не было защиты с нашей стороны абсолютно, непонятное абсолютно действие пропадения. Но три с половиной четверти, это было интересно, баскетбол, трибуны были живые, все это нравилось болельщикам. Ждем, в Одессе очень неудобный зал, в Одессе все знают прекрасно, что в Одессе играть всегда, скажем так, довольно сложно на выезде, да, там специфический зал, специфическая такая атмосфера, хорошая баскетбольная атмосфера. На площадке и вокруг, да, как бы, уверен, что будет интереснейшая игра. Спасибо. 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 Спасибо.